Моёто почитание. Как пример, искам да поздравя Нелли днеска. Как пример. Благодаря тебе. Можно на русский да привеждаешь? Да. Шучу. Нелли для меня это как королева переводчика в Болгарии с русского на болгарский. Това не все привежда. Хорошо. Хочу открыть сегодня первое место. Искам да отворя на първото място. Я бы хотел, чтобы на проекторе появлялась перевод сразу на болгарском языке. Наши дорогие зрители могут сразу читать в Болгарии на болгарском языке. Бих искал на мультимедиата веднага да дойде превода на болгарский язык. Чтобы нам не тратить время на перевод и чтобы параллельно... Да, чтобы я читал на русском и сразу зрители могли смотреть на болгарском языке. Да стане така, че аз да читам на русский и виднага да дойде и превода на болгарский. Так будет по-времени экономичней. Да, по-экономично ще бъде във времето. Значит, первое послание Тимофею. Първото послание на Тимотей. Пятая глава. Пятая глава. С первого стиха. От первого стиха. Да, там уже есть перевод на болгарский язык. Старцы не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой. Вдовиц, почитай истинных вдовиц. Чуть-чуть ниже есть очень четкое подробное описание, кто такие истинные вдовицы. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Аминь. Аминь. Что угодно Богу? Какво е угодно на Бога? Богу угодно почитание. На Бог му е угодно нашето почитание. Почитание к старшим. Почитание к повъзрастните. Почитание к родителям. Почитание к родителям. Почитание к ровесникам. Почитание и к врастниците. И почитание к детям. Почитание к самите деца. Почитание к власти, которые установлены Богом. Почитание к властите, които са над нас. Потому что мы сами ее избираем. Защото ни сами ги избираме. И каждый народ достоин того царя, которого имеет. И всякий народ има царь таков, каков то требовало. Да. Это библейская мудрость. Това е библейская мудрость. Почитание к служителям. А почитанието е сложна тема. Об этом пишет апостол Павел. Затова пишет апостол Павел. И знаете, я вот так размышляю. Знаете ли, аз така размислям. Это мои размышления. Что вот Богу угодно, чтобы было почитание. Че на Бог му е угодно. Той обича почитанието. И я размышляю, почему Богу угодно это. И аз размышляю върху това. Защо на Бог му е угодно това? Ну, вроде бы такая деталь, такая мелочь. Като че ли това е като че ли това е някаква дрибулия. Можем и не почитать друг друга. А может, да не се почитам един друг. Ничего особо не изменится. Может быть. Но на самом деле на почитание построена вся Вселенная. Но всъщност на това именно почитание е построена цялата Вселена. От малейшей молекулы. От малката молекула. До великих планет. До великите планети. Да, я могу так сказать, что молекулы уважают друг друга. Есть такой закон. Дори могу да кажу, которые установлены на Творцом. Самите планети се движат по пътя, който е сътворен от Твореца иму. Выражая этим свое почитание Творцу. И с това те показват почитанието към своя Творец. Давайте я открою следующее место. Сегодня я буду в основном читать. Хайде да отворим сега на следващото място. И это написано послание к Ефесянам. Ефесяни. Шестая глава. Шестая глава. С первого стиха. От первого стиха. Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Двоеточие. Что за обетование такое? Да будет тебе благо, то есть да будет тебе счастье, и будешь долголетен на земле. Это обетование. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам в своем поплоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Знаю, что каждый получит от Господа по мере добра. Каждый получит от Господа награду по мере того добра, того благого, что человек делает, который он сделал, раб или свободный. И вы, Господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом». И смотрите, эти пассажи на балкарском языке, так называемые стихи из Библии, такие целые блоки, они взаимосмязаны. То есть одно следует из другого. С 10 стиха вытекающие отсюда последствия. То есть когда между нами есть вот такое почитание, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Не против властей, которые стоят над нами, в государстве, в котором мы живем, а против властей дьявола, против тьмы века сего. Я закончу. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. И като устоим в тази борьба, да устоим. И смотрите, это место из Библии говорит нам о чем-то очень важном. И виждате ли, в това место на Библии да се говори за нещо много важно. Когато мы находимся в почитании един между друг. Когато мы повинуемся в смирении. Рабы господам, господа рабам. Както е последователен такъв ред. Слугата към господаря, слугата към господаря, и господаря към раба. И господаря, разбира се, соответно към раба. Призыв апостола Павла, что даже детей воспитывайте с почитанием. Да, даже призыва на апостол Павел е да учим нашите деца да бъдат в почитание. Не раздражайте детей. И също предупреждението, да не дразнем децата. И воспитывайте в учении наставление господним. И да ги учим, и да ги наставлявам и в уважение към господа. Когда мы находимся в таком взаимном уважении, почитание, когато се намираме в такова уважение и почитание, и понататък в десетия стих се казва, что на нас приходит власть. И тогава се казва, че върху нас пада властта. И всеоружие Божие. И цялото Божие всеоръжие. И мы получаем такую силу, и не получаваме такава сила, что можем противостоять даже дьяволу. Че не можем да противостоим даже на дьявола. И знаете, это библейски и естественный закон. Знаете ли, това е библейски и естествен закон. В книге Псалтири написано. В Псалми, в книгата Псалми, написано, что или он стикает с головы на бороду и края рис Аарона. Да. Там, че еле или мирото се стичаше от головата към брадата и надолу по Аарон. То есть вот эта благодать, она стихает только тогда, когда мы послушны Божьему Слову. Това може да стане само тогава, когато ние сме покорни на Божието Слово. Почему? Защо? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Защото Бог се противи на гордите, а уважава смирените. Если бы борода у Ааронова так бы закручивалась наверху. Ако бородата на Аарон се беше завертяла нагоре или усы таки, как у казаков заключено. То или и не смог бы стекать на края риса Аарона. То мирото тогава нямаше да може да потече надолу. Поэтому в церквях Божьих установлены другие закони. Затова в Божиите церкви има друг закон. Мы здесь не господствуем. Ни тук не господстваме. Исус учи о том, что если кто хочет из вас господствовать, Исус учи тези от вас, които искат да господстват, да будят рабом всем. Трябва да бъдат роби, слуги на всички. Потому что в мире ищут господство. Да, защото в света е така, искат господство. В церкви Божия е другой закон. Но в церквата на Бога законът е друг. Последните станут первими. Последните ще станат първи. И первые станут последними. И първите ще станат последни. Можеш на это сказать Амин? Можем ли да кажем на това Амин? Это Божий закон. Това е Божий закон. Когда действует такое почитание, то или свободно стекает на городе и края риса Амин? Когато имаме таково почитание, то мирето наистина върви по закон. От гори на долу. Я хочу открыть сегодня первое послание от Иоанна. Искам да открия сега на первое послание на Иоанн. Четверта глава. Четверта глава. Здесь в послании Иоанн Богослов, он пишет и себе как старец. Что он старец. Да, тук посланието написано от Иоанна като към себе си, като към старец. Да, он пишет, что старец госпоже, старец возлюбленным. Да. И как старец, то есть он уже был в преклонном возрасте, и он обращается к Церкви Божией. Когато я был като старец, то есть у своят преклонный возраст, то есть у бръща към Церквата. Смотрите, с первого стиха. И още глядайте в первее стих. Возлюбленный. Возлюбленный, обичный. Да. С какой любовью старец обращается к собранию? С каква любовь то есть у бръща към собрания? Знаете, я бы хотел, чтобы в нашей церкви мы обращались друг к другу, ну, просто как возлюбленные. Да, а с иском да бодим и не такая в нашу церковь, един как друг, да се обращам из любов. Потому что это правда. За что-то у Тома истина. Мы все возлюбленные Господом. Господь нас любит. За что-то у меня всички сми возлюбленные от Бога. Я прочитаю. И сега же ты прочитал. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков, перевод есть на болгарский, появилось в мире, и еще раз я как бы в напоминание, потому что периодически я это читаю. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили. Их, ибо тот, кто вас, больше того, кто в этом мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир их слушает. Мы от Бога, знающи Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Кто не от Бога, тот нас не может слушать. Посему то узнаем духа истины и духа заблуждения. Еще раз апостол Иоанн повторяет седьмого стиха. Оба возлюбленные. Да, още виднаш, тук виждаме апостол Павел да се обръща възлюбени, обични. И смотрите, я буду дальше читать. И аз по-нататък ще читаю сега. Внимавайте. Пусть Бог откроет. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Не, не, кто не любит Бога, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Третий раз. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь Его совершенно есть в нас. Аминь. Аминь. И вы знаете, эта глава, практически вся она направлена на что-то. Очень важное. Это, забележайте, что эта глава е насочена к Това. Сперва апостол Иоанн пишет, как различает Духа Божия от Духа заблуждения, как да различаваме единия от Духа от другия. И четко ставит акцент, что отличие, что всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, и много ярко, той откроява, че всякий Дух, който исповедва, че Иисус Христос е Бог, пришедший воплоти, есть от Бога. Дальше апостол Иоанн поясняет о том, что эта любовь воплоти проявляется в нас. И по-нататак той объясняет, че тази любовь се воплотява и в нас. Потому что мы призваны любить друг друга. Защо? Защото ние сме призвани да се обичам един друг. Как и Бог возлюбил нас. Както и Бог возлюби нас. И смотрите, как апостол Иоанн буквально трактует это место из Писания. Да, и забележете апостол Иоанн буквально акцентува на това. Он поясняет, как отличает Духа Божия от Духа заблуждения. И той много добре объяснява, как да различаваме лъжливие от правилния дух. И Чудга говорит, что есть любовь от Бога. И още е казал, че любовь та е от Бога. Какая она любовь от Бога? Каква е тази любовь от Бога? И он написывает о том, что в том любовь, это 10 стих, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И тук се казва в 10 стих, каква е тази любовь? Ами такава любовь, която е дошла от Бога вътре в нас. То есть в нас должна царить любовь Иисуса Христа. Трябва в нас да царува любовта на Бога. Чистата любовь. Чистата любовь. Святата любовь. Святата любовь. С глубоким почитанием. Представьте, что Он, как царь царей, спустил се с небес, оставил свой трон. Представете си, Той е царе на царети и се е спуснал долу на земята. И стал для всех нас рабом. И стана на всичките от нас слуга. И в конечном итоге Амыл нам наши ноги. Да. И де-факто се получава, че Той е в краката ни. Это истинна любовь. Това е истинската любовь. Глубокое почитание друг к другу. Дълбоко почитание един к другу. Это ест истинный Дух Христов. Това е истинският Христов Дух. А когато идва заблудительный Дух, он приходит с превозношением. Да, Той идва с превозношением. Без почитание. Без почитание. Может диктовать какие-то условия. И разбира се диктува условията. И пытается поставить под свой контроль. И всичко иска да постави под своя контроль. Вы знаете, статистика говорит о том, что На территории практически всего бывшего Советского Союза И Восточной Европы Церкви имеют определенный такой характер. Очень много тоталитарных церквей. Много тоталитарных церквей има. Очень много тоталитарных церквей. Много са тези церкви. Почему? Потому что в време тоталитарного режима Защото по време на тоталитарния режим Люди привыкли, что над ними господствуют. Хората са свикнали над тях да господаруват. Они привыкли к тому, что к ним обращаются свысока. Да, те са свикнали к тях да се обращат от височина, от високо. Они привыкли исполнять приказа. И те са свикнали да исполняват заповед. Но вы знаете, это не система Церкви Божия. Но вы трябва да знаете, че това не е системата на Церква. В Церкви установлены семейни взаимоотношения. Да, в Церквата е друго. Има семейни взаимоотношения. Мы призване один другого почитать высшим себя. Да, ние трябва да се отнасаме така, че да смятаме другия за по-високо от нас. В глубине души я верю в то, что Нели на самом деле больше меня. Глубже меня. Но получается так, че в Моя душа Нели е по-високо от Мене. Като пример, разбира се. Как пример, да. Второе послание от Иоанна. Второе послание на Иоанна. Тоже как пример в первой главе. Също като пример в первой главе. Апостол Иоанн обращается. Апостол Иоанн се обраща. Старец, избранная госпожа. Перевод мы можем смотреть там на проекторе. Старец, избранная госпожа, и детям ее, которых я люблю по истине. Не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с нами благодать, милость, мир от Бога и Господа Отца Иисуса Христа. И несколько раз старец Иоанн, апостол Иоанн, вот в этой главе обращается к этой сестре в Господе, как госпожа. Да, виждаме, че только обращение то в письмото на апостол Иоанн, к нашим детям. Да, към нашите деца също можем да се обращаме по този начин. Да, и в Българии это довольно распространено явление, к детям обращаются госпожица, господине. Да, даже в Българии съм забелязал, че към детето може да се обрне като госпожица, като господин. Это чисто библейски выражение. Това е чисто библейски израз. В этом апостол Иоанн выражает свое почтение, глубоко почтение. В това виждаме дълбокото почитание на апостол Иоанн. Мне бы очень хотелось, ну вот просто мы так практикуем в моей семье, по крайней мере. Да, а всъщност мен много ми се иска и във всъщност това го практикувам в моето семейство. Сейчас Наталия в Киеве находится. Сега моята съпруга Наталия се намира в Киев. Проходят един семинар. Тя е на един специален семинар. И я спрашиваю, как дела госпожа моя? И я спитам, как са нещата там госпожо? И она отвечает, господин мой, и дает отчет. И тя казва с ответния израз. Уважаеми господине, всичко е добре. Это мы практикуем библейскую истину. Да, ние всъщност практикуваме библейската истина. Потому что в Библия говорит, что Авраам так обращался к Саре. Да, защото е написано, че Авраам така се отнасяше и обръщаше к Сара. И Сара обращалась к Аврааму господин. Да, и Сара се обръщаше к него. Господин, господин всъщност господарю мой. Когда в наших семьях царит такое глубоко почитание. Когато в нашото семейство има едно такова цари, властва, едно такова дълбоко почитание. Для детей, для наших детей это колоссальный пример. Това за нашите деца е колоссален, отличен пример. Они вырастают в атмосфере уважения. Те растат в атмосфера на уважение. И уважают, как учатся почитать старших. И се учат да почитат, особенно по възрастните. Совсем недавно я прошел специализацию в Москве. Неотдавна аз минах, прекарах през една специализация. Где ведущие професора читали лекции о дълголетие. Да, където знаменити професори говориха за дълголетието. И давали систему антиэйджинг. Антиэйджинг. Против старения. И давах така много информация, т.е. лекции, за това така наречено антистарейне. Очень много знаний. Много разбира се знания. Но я бы хотел сказать сегодня, что одно библейское обетование, оно покрывает все эти знания. Но трябва да ви кажет, че нашто библейское схващание покрива всичкото това знание. Обетование того, что Бог обещает нам долголетие. Да, това е, че ние имаме обещанието от Бога за дълголетие. Если мы будем почитать своих родителей. Ако ние почитаме, разбира се, своите родители. Можете сказать на това амин? Можете ли да кажете на това амин? Очень большое значение в Библии имеет благословение отца. Много голямо значение в Библията има благословението на бащата. Исаак искал благословение Авраама. Исаак искаше благословение от Авраам. Иаков искал благословение от Исаака. И Яков пак искаше благословение от Исаак. И буквально забрал это первородство благословение от своего брата. Да, буквално взе от брата си благословението. И 12 сыновей Якова, конечно же, искали благословение Якова. Разбира се, че идване си те, сынове на Яков, и те искаха благословение. Да. Это история Израиля. Това е историята на Израил. Знаете, когда я узнал о том, что так важно благословение отца, Аз като разбрах, особено когато, че благословението на бащата в семейството, Я просто как-то внутри себя зареках се буквально. Да, буквально, като че ли се зареках вътре в душата си. Що я обязательно получу благословение от своего отца. Че аз обязателно ще поискам благословение от моя баща. Случа се така, че моите родители, моят баща, се раздели с майка ми. Разбира се, че баща ми живееше на друго място, имаше друго семейство. Подробности няма да разказвам. Но се случи така, че Бог ме срещна с баща ми. И мы с ним разговаривали. И ние разговаряхме с Него. Аз му говорих за Бога. Через какоето время моят отец покаялся. И след известно време моят баща се покая. Через какоето время пригласил му священника. И след известно време той повика священника. Моят отец исповедал свои грехи перед священником. А моят баща е изповядал своите грехове пред священника. Через какоето время моят отец заболел онкологией. И след известно време моят баща заболя онкологически проблем. И слег. Слег. Да, и легна. И так как я работал в реанимации, я приезжал к нему и ставил системы. Да, тъй като в това време аз работих в реанимации, идвах при него и го слагах на системы. Нет, я работал в прошлом. Я уже работал врачом-психиатром, но так как я работал в реанимации, я брал оттуда системы и анальгетики обезболивающие. Да, аз това време работих в психиатриято, но имах опита от реанимацията и помагах на моя баща. И един раз я приехал к своему отцу. И виднеш, когато дойдох при своя баща. И у нас уже били възстановлены отношения. И бяха вече отношенията ни възстановени. Благодарение Богу. Благодарение Богу. И тогава поисках от него, като му казах, татко, ти можеш ли да ми благословиш? Със своето бащино благословение. Он так посмотрел на меня. Той така ме погледна. Но я даже не знаю как это делать. Не знаю, что говорить. Даже аз не знаех какво да кажа. Да, отец мне сказал, я не знаю, что говорить. Но я сказал ему, что я буду говорить из Библии, а ты повторяй. А и аз просто му казах, аз сега ще говоря от Библии, а ти повторяй. Ты же согласен меня благословите? Съгласен ли си да ме благословиш? Он сказал, да, согласен. Той каза, да, согласен съм. И я говорю, положи рука мне на голову. И аз му казах сега, положи ръка на главата ми. И так как он был ослаблен, он положил руку, а я ему вот так держал руку. Той така положи ръката си на главата му, а аз с двете ръце му хванах ръката. Да, и я говорю, отцу, повторяйте теперь за мной. И аз му казвам сега, повторяй след мене. Господи, благослови сына моего. Господи, благослови сына ми. Да, ти ще радов как те обещал. Така както ти си обещал. И пусть его род будет благословен. И нека той да бъде благословен. Благословляя сына своего. Благословим своя син. Я точно не помню еще, что мы говорили. Не помню още какво говорихме. Была долга молитва. Беше долга молитва. После того, как мы сказали Амин. И после, когато казахме и двамата Амин. Он убрал свою руку. Той прибра ръката си. И посмотрел на меня опять. Погледна ми пак. Он не смотрел в глаза, он смотрел куда-то сюда, в сердце. Той като че ли не гледаше в мен, а някъде в сърцето си. И сказал, я тебя благословляя. И тогава каза нещо много важно. Аз наистина ти благословям. И вы знаете, я пережил в этот момент, что-то очень такое глубокое. Мога да ви кажа, че аз преживях този момент, важен момент. Я ба назвал это прикосновение Бога. Аз мога да кажа спокойно, че това беше докосване от Бога. Глубоко в мое сердце. Дълбоко в моето сердце. Я думаю, что я верю так. Аз мисля и вярвам в това. Что отцу моему было легко меня благословлять. А че му беше лесно на моят баща да ме благослови. Потому что я проявил к нему глубокое уважение и почитание. Защото аз проявих едно много дълбоко уважение и почитание към него. Понятно, что если бы я пришел к нему и давай благослови меня. Разбира се, че ако бях дошел при него и така агресивно, с неуважением или в приказном тоне. С такъв горделив тон. То отец бы не захотел бы меня благословить. Разбира се, че той нямаше да иска да ме благослови. Но так как я много сделал для отца хорошего. Так как то аз направих много добро за моя баща. Благодарение Богу. Благодарение на Бога, разбира се. Отцу было легко меня благословлять. Беше му полезно да ме благослови на моя баща. Еще одно место. Още одно место. И мы уже подходим к концу. И ние вече вървим към края. Това е третото послание на апостол Йоанн. И смотрите, что он опять пишет. Там опять же одна единственная глава. Я прочитаю немножко с первого стиха. Там перевод на болгарске виждами на мултиметри. Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный. Если вы будете читать эту главу, вы увидите, что каждый раз, несколько раз, апостол Иоанн обращается к Гаю. Возлюбленный, возлюбленный, возлюбленный. Пятый стих. Возлюбленный. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Целая глава пропитана любовью. Обращение как возлюбленный. И снова имаме обращение като към обичные, любящие. Знаете, просто у меня большое желание, чтобы мы обращались к сестре, ну если по возрасту одинаково, и сестра. Да, к брату, к ровеснику, брат мой. Да. Така необходимо е, и имам желание в сердцето, да се обращаме към сестра или към брата с... к старшим, как своим родителям. Да, към по-возрастните от нас, като към родители. К младшим, как своим детям. Да, към по-малките, като към своих детям. В этом любовь Иисуса Христа. Ето това е любовта на Иисус Христос. И заключение я прочитаю еще последнее место, и это написано... В первом послании Петра. Първото послание на Петър. Вторая глава. Вторая глава. С пятого стиха. От пяти стих. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И так он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, а которые они притыкаются, не покоряясь слову, не покоряясь слову, не хотят покоряться. На что они и оставлены? Так как не покоряется человек, Бог его оставляет. Но кто мы такие? Смотрите, что говорит и утверждает Священное Писание. Апостол Петр, один из руководителей Первой Апостольской Церкви. Но вы, род избранный. Виждате ли, какво пише апостол Павел, твой един от избранных апостолей, който пише, че не сме избран род. Царское священноество. Скажи, я род избранный. Аз съм род, кажете всички, аз съм род избран. Слово Божие нас так утверждает. И това се подтверждава от Божието Слово. И я, царственное священство. Аз съм царское священство. Мы народ святой. Ни сме свят народ. Мы люди взятые в отдел. Ни сме взяли хора. Взятые в отдел. Да, взяты сме за делото. Для чего? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас и сме в чудный свет свой. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Ни не сме каков дает народ, а сме Божий народ. Некогда не помилованы, а теперь помилованы. Някога в немилостности, гасме в милосте Божия. Возлюбленные. Возлюбленные, обичанные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу. Молю ви, да се воздержите у всяких похотливих желаний. Похоти. И тринадцатый стих. И тринадцатый стих. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемых. И в конце семнадцатый стих. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Аминь. Аминь. Смотрите, какое глубокое почитание проповедует Библия. Вижте ли, какво дълбоко почитание е написано в Библията. Тя проповядва това. Знаете ли, что происходит в этот момент, когда мы почитаем? Знаете ли, когато го читаем, какво става? Когда мы почитаем друг друга. Когато почитаем един друг. Когато почитаем царя. Когато почитаем и царя. Когда мы почитаем служителите. Когато почитаем родители. Когато почитаем даже наших детей. мы на самом деле почитаем Иисуса Христа. Амин или не амин? Потому что это место Писания говорит, что мы как бы сами к себе. Как живые камни. Мы устрояем храм Господень. Храм Господень из нас состоит. Мы как клетки в Божьем теле. Клетки в теле Иисуса Христа. Клетки как в теле Иисуса Христа. Если я клетку не почитаю, как я могу почитать Иисуса Христа? Ако не почитам клетката, която е до меня, как ще почитам Господа? Но ако аз почитам Иисус Христос, тогава ще почитам и своя ближен. Своего брата или сестру. Своего рода вече оттук, брат или сестра. И знаете ли какво в нашата църква се демонстрира? Это не так просто. И това не е толкова просто. Наша църква как една семья. Нашата църква е като едно семейство. Мы здесь все братия друг другу. Братия и сестры. Всичките помежду си се държим като брати и сестри. У нас уже царит уважение и взаимна любов. А цари уважение и любов помежду нас. Поверьте мне, пройдет много лет. Аз ви казвам, че ще минат много години. И вие ще се вспомняте каква у нас была прекрасна църка в Варна. И вие ще се спомняте каква хубава църква имахме в Варна. У нас были таки прекрасна семья. Имахме такива прекрасни семейства. Аминь. А след 10 години, откъде да знаем, може да има наистина още много такива прекрасни семейства. У нас были такие близкие взаимоотношения. Нам хотелось собираться вместе. И мы делали это. Мы знали друг друга близко. И почитали друг друга. И вы знаете, не принимайте поношение на брат или на сестру. Поношение это значит клевета, клики различные. И аз така советвам, да не принимайте клевети, неприятные, лоши думи за брата или за сестра. А като няма достоверни факты особено. Или двух-трех свидетелей. Или пак двама или трима свидетели. Которые это сами видели. Които сами са видяли това. Потому что, ну к примеру я приведу. Идин пример, ще ви кажа. Ко мне пришли. Это про нашу церковь. За нашу церковь става вопрос. И сказали, что мы знаем, что у такого брата была когда-то любовница. Да. Ни казвами, че към един от братата някога имал любовница. И аз спросил. И аз казах. У вас есть факты? Имате ли факти? У вас есть свидетельства? Имате ли свидетелства? У вас есть два или три свидетеля? Имате ли двама или трима свидетели? И мне сказали нет. И те казаха, нямаме. И что? И тогава какво? И я не принимаю. Тогава не приемам обвинението. И я продолжаю уважать этого брата. Аз продолжавам да уважавам този брат. Продължаю его почитать. Продължавам да го почитам. Потому что так говорит Божие слово. Защо? Защото така говори Божието слово. Защото така говори Божието слово. Обвинение срещу презвитера. Приемай само при двама или трима свидетели. А другое место говорит по отношение на брата не принимай. Мы не принимаем каких-то апленных таких слухов. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то увидел, не принимаем поношения от дьявола, знаете ли, сколько мне приходится поношения слышать свой адрес? Знаете ли, колко такива непотвърдени слухови на самия себе си съм слушал? Да, понякога се удивляваме, как е възможно това? Да, чрез мислите си само дьявола понякога приемам неистин. Някакви си мисли, някакъв си пастор. Църквата ми е малка. И така нататък. И аз тези обвинения не ги приемам. Потому что всякое написано помышление, которое противится Христу, да, защото и написано, че всяко едно, всяка една помысля, която се противи на Бога, мы пленяем в послушание Иисус Христу. Да, ние покоряваме да бъде под властта на Иисус Христос. Поэтому давайте так поступать. Хайде така да поступваме. Если слышите понашение на брата или сестру. Да, а когато чуете нещо неверно за брата или сестрата, обвинение. Не принимайте. Не приемайте. Продължайте любить. Продължавайте да го обичате. Потому что дьявол день и ночь написано. День и ночь. Это у него работа така. Защото е написано в Словото, че дьявола день и ночь клевисти. День и ночь. День и ночь клевисят на братьев наших. Да, той клевити нашите братя. Его задача заставит нас возненавидеть. Да, неговата задача е да накарат да ненавиждаме. Перестать уважать друг друга. И да престанем да си уважаваме един друг. Перестать почитать друг друга. Да престанем да си уважаваме един друг. Почему? Зачем? Потому что дьявол нечто знает Когда из церкви уходят почитание Уходит почитание А, когда в церкви Из церкви уходят сила Из церкви уходят помазание Из церкви уходят власть И от церкви уходят власт Дьявол об этом знает. Поэтому мы во что бы то ни стало, мы будем уважать Иисус Христа, мы будем уважать Иисус Христос, почитать Его и друг друга. И ще се почитам и один друг. А еще лучше любить от своего сердца. А еще лучше любить от своего сердца. Это заповедь Господня. Това е Божията заповед. До сколки раз прощать брата моему? До колку пъти да прощаваме на моя брата? Петр подходит к Иисусу. Да, Петр идва при Иисус и пита. До семи ли раз? До седем пъти ли, Господи? Петр так надеялся. И Петр така се надяваше, что Иисус Христос даст лимит. Господь ще му даде лимит, ограничение. Какой ответ Иисуса Христа? И какво каза Иисус Христос? Семьдесят раз по семь. И му отговори седем десем пъти по седем. За один день. За один день. Что это значит? Това какво означава? Это значит бесконечно. Това означава бесконечно, бескрайно. Мы призваны бесконечно прощать друг друга. Ние сме призвани бескрайно да се прощаваме. Знаете, в моей семье, ну, я думаю, что и в ваших так же семьях. Както и в моето семейство, предполагам, че е така и в вашето. Если против меня согрешил мой сын, родной. Ако срещу мене родния ми сын не согрешил. Я ему уже заранее простил. Аз вече от порано съм му простил. Потому что это мой сын. Защо? Защото е мой сын. Если у меня попроси прощение. Ако той поиска прошка от мен. Я ему так скажу, да я тебе уже простил. И аз направо му казам, аз вече ти простил. Ты же сын мой любимый. Ти си мой сын при това любим. Така мы призваны прощать друг друга. Легко. Така и ние трябва да прощаваме с лекота. Давайте мы помолимся за это. Хайде да се помолим. Господи благослови нас. Господи благослови ни. Чтобы в нашей церкви царила любовь. Така, че в нашата церкви да цари, да има любовь. Я просто проглашаю владичество твоего мира. И аз провозгласявам владичеството на твоят мир. В наших серцах. В нашите серцах. Чтобы нас глубоко укоренилось твое почитание. За да може да се вкурени твоето почитание. Твое уважение. Твоето уважение. И твоя любовь. И твоята любовь. И мы молились во имя Отца и Сына. И ни се молихме в името на Отца и Сына. И Святия Духа. И Церкова Божа скажет. И Церквата Божия да каже. Аминь. Аминь. Будьте благословени. Бладете благословени. Я хотел сегодня пригласить на эту сцену нашу сестру возлюбленную.